Только что в Ханты-Мансийский дан старт Году сохранения языков коренных народов России. Он проводится в рамках Года языков коренных народов, объявленном Организацией Объединенных Наций. Удастся ли организаторам не превратить это масштабное действо в серию заформализованных мероприятий? Мы сейчас попробуем узнать об этом. Паша Олен, не обработает. Паша Олен, Ольга Мартыновна. Так, с приветствия начинается занятие у первоклассников в этнокультурно-образовательном центре. Состав группы многонациональный, но учат дети только мансийский язык. Пока он дается им с трудом. Через пару лет, по прогнозам наставника, дети заговорят уверенно. Для них это язык действительно иностранный, потому что дети все не владеющие, в том числе дети все разной национальности впервые слышат этот язык. В течение года они запомнили такие слова, как только приветствие, прощание, ам-нам-ум, как меня зовут. В Югре родные языки обских угров изучают в 12 детских садах и 26 школах. В основном это факультативы. Опытом и наработками в сфере образования педагоги сегодня делятся с коллегами со всей России и дальнего зарубежья. В Ханты-Мансийске торжественно открыли год языков коренных народов. В Югру приехало более 500 человек, чтобы обсудить актуальные вопросы, посвященные сохранению и популяризации родных языков. Среди гостей – учителя, ученые, этнографы и краеведы. К примеру, ученых из Перми интересуют культурные и образовательные условия, поэтому увлеклись на выставке разгадыванием головоломоковских угров. У нас целая компания этнографов, и мы, естественно, подошли к игрушкам в Ханты-Мансии, ну и посмотрели, потому что мои коллеги вот сейчас готовили учебник детский по этнографии для первых-вторых классов, и в том числе там приведены примеры этих игрушек. Яркое открытие, чарующая музыка и голоса. На сцене этнопевица Вера Кондратьева. Она родилась в хантыйско-русской семье и хранит традиции своего рода и охотно знакомит с ними весь мир. Самое главное, что у нас среди коренных народов – ханты, манси, ненцы – очень много семей, говорящих на своем родном языке. Это люди, которые ведут традиционный образ жизни, проживают в лесу, исконно, как проживали и наши предки. И до тех пор, пока такие люди есть, язык будет жить. Международный конгресс в Ханты-Мансийске вызвал интерес иностранцев. Среди участников – эксперты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна Республики Непал, Финляндии и Китая. Эксперт ООН по вопросам коренных народов специально приехал из Африки. Главный вопрос, который меня интересует, это какие конкретно программы разрабатываются по защите и развитию коренных языков коренных народов. Какие меры принимает государство, чтобы сохранить языковое многообразие? Этому посредили пленарные заседания форума. Лучшие практики регионов и зарубежных стран начнут тиражировать. План проведения года языков коренных народов в России включает более 700 мероприятий. Тема – тема национальной идентичности, а язык – это основной элемент самоидентичности любого народа, очень чувствительно для людей. И если на таком уровне поднимается проблема исчезновения языков, то, конечно же, к сожалению, Российская Федерация не является исключением. Потому что ООН обращает внимание всего мира к теме исчезновения языков коренных народов. Году языков коренных народов дан старт. Главная задача форума – не просто общение, а привлечение к вопросу сохранения родных языков общественности. Субтитры создавал DimaTorzok